Друзья, привет! Дмитрий Зюзин, человек, который любит ловить судаков, ну, почти таких, ну или хотел бы поймать вот такую рыбину, к ней надо стремиться, и вот как раз о том, что нужно сделать, чтобы поймать таких рыб, мы сегодня поговорим в разрезе турнира под названием Zander Pro Cup. Напомню, турнир происходит ежегодно, осенью, посвящен ловле трофейного судака на джик, что немаловажно, и, насколько я понимаю, он происходит в понятной и доступной те акватории, которую ты хорошо знаешь, принимая участие в турнире, посвященном памяти Оскара Соболева из года в год, есть понимание, что такое трофейная ловля судака на джик, плюс какой-то опыт там рыбинского водохранилища. Давай поговорим сегодня именно об этом. Как поймать больших жирных судаков в привязке к турниру? Может быть, есть какие-то хитрости? В привязке к турниру именно? Ну, я думаю, да, это будет более, наверное, как ты знаешь, там, в единой струе. Мы поговорим про осенью джиговую ловлю больших рыб. Акватории можем рассматривать разные, но вот хотелось бы, чтобы люди, которые окажутся на этом турнире в этом году, в следующем, немножко понимали, о чем идет речь, что за условия и как там, в принципе, прийти к поймке крупной рыбы. На основании твоего серьезного опыта. А если есть какие-то там примеры с другой области, я буду только рад. Итак, это конец октября, ноябрь. Вот что происходит с судаком на Ахтубе, на Волге в это время с крупным судаком? Так, фактически то, что и во всей России. То есть он начинает готовиться к зиме, ну и отъедаться, соответственно. То есть, вот мы сами пришли к такому выводу, что крупный судак, там, начиная там от 60 сантиметров и выше, там, ну скажем так, от 3 килограмм, начинает кушать крупные приманки. Ну, то есть кушает он, наверное, не приманки в природе, а всяких рыб? Ну нет, соответственно, он кушает рыбу, а мы ему предлагаем приманку соответствующего размера, того размера, который он привык как бы есть. То есть самую чихонь, плотву, всевозможные. Ну, больше всего нижнюю волку не собрать, это чихонь, скорее всего. Так, то есть в улове однажды присутствовала чихонь в судаке размером примерно сантиметров 35-40, когда мы приложили шейкера 6-дюймового, он был в два раза меньше, нежели та чихонь, которая была внутри судака. Ну, а это 18 сантиметров, как бы не самая маленькая приманка. Ну да, это достаточно не маленькая приманка, многие до сих пор боятся использовать такие приманки. Да и просто боятся, что ж там, когда видят кусок силикона размером больше, чем ладонь, утро берет. Хорошо, значит, мы проясняем ситуацию с кормовой базой. В это время на Волге очень много сенца, бывают просто колоссальные стаи сенца, размером там с пятиэтажный дом. Насколько судак привязан к такой рыбе? Ведь это, ну, относительно небольшая рыба, там, размером там, ладонь плюс-минус, и ее очень много. Ест он ее, не ест, привязан к таким стаям, не привязан. Не, ну, в принципе, он привязан, конечно, но особо делать акцент, как бы, в дни соревнований и рассчитывать на такие стаи, то есть нет смысла. Потому что, если ты нашел эту рыбу, стаю, рядом есть сюда кормовой, который, ну, питается этой кормовой рыбой. С утра этой стаи может не быть, то есть ставку делать, ставку на это делать нет смысла никакого. Надо искать какие-то локальные места, коряги, перепады, где он фактически живет. Это важный момент, просто я попробую прояснить. Ситуация в том, что когда ты просто в обычной рыбалке, ну, не на турнире, находишь какую-то стаю кормовой рыбы, ты можешь задержаться и из-под нее половить. Конечно. А на турнире она тебе не интересна, потому что тебе нужно найти долгоиграющее место. С удовольствием, получается, просто от самой рыбалки, а не от того, что ты, как бы, должен сохранить это место. Ты можешь вокруг стаи половить, поймать несколько зачетных рыб, но, повторюсь, через, там, час-два-три там может быть никого вообще. Просто пустыня. Эта стая уходит, и судак, соответственно, мигрирует за ней. А для турнира актуальны места, где есть какая-то системность в появлении судака? Стабильность. Нужна стабильность. И места интересна? Если стабильности нет, то, соответственно, рассчитывать на трофей фактически, то есть это как, ну, невозможно. Хорошо. Какие слагаемые должны быть у места, где живет трофейный судак? Во-первых, глубина должна быть. Вот. Ну, примерно минимум 8, а лучше так 10, 11, 12 метров. Это как бы раз. Раз. Наличие коряжника. Ну, потому что домик свой... Прямо в точке? Ну, да, да. Прямо вот в точке. Там большое какое-нибудь дерево, тополь затопленный. То есть где он живет, где он прячется, это два. Ну, и, соответственно, если будет граница струй, это вообще будет, ну, такое изумительное место. То есть слабое течение будет граничить с густым. Ну, на Волге есть километровый завал из деревьев, там, обрывистый берег, там. Сколько хочешь коряк, глубина 12 метров на протяжении, там, 3 километров. Струя, тут обратки. Вот тебе, пожалуйста, как найти. Не везде, везде же. Только методом, как бы, проб и ошибок. Надо везде пробовать, смотреть, используешь. Ну, сейчас же много. Всевозможные эхолокационные техники, структуру сканеры, даунсканы, там, всевозможные. Все, что хочешь, да. И уже, как бы, исходя из этого использования своего опыта, то есть, приехал, нашел место, попробовал, есть поклевки, нет поклевок. Опять же, если есть поклевки, какой рыбы поклевки происходит, трофейной, нет трофейной. Потому что в этих корягах живут и маленькие судаки, живут и в отдельных корягах большие. Ну, вот смотри, возьмем... Совсем мелочь, совсем мелочь с крупными не держится рядом. То есть, если начинают килограммовые, там, поклевывать, то рассчитывать на поимки, там, особо трофеев, ну, смысла нет. Хорошо, вот представим себе такой типичный волжский коряжник, глубокий, 12 метров, там, струя, коряги, сбои, все прочее. На протяжении вот этого большого участка, как вычленить правильное место? Просто методом научного тыка? Ну, опять же, повторю, что надо, во-первых, посмотреть в их холод, наличие... Ну, ты видишь, там рыбка, здесь, да. Хотя бы коряга должна быть, как бы, обитаема, то есть, живой корягой. Потому что есть очень много, вроде, мест перспективных, а там просто нет никого. А есть вероятность, что там кто-то, ну, появится? Конечно, конечно, есть, конечно, есть, надо проверять. Надо проверять. В разное время? Конечно, в разное. И утром надо заезжать, вечером, и выходы случаются в течение дня. Дим, скажи, вот мы вчера беседовали с ихтеологом по поводу щуки, а завтра у нас будет беседа по поводу судаков. И мы пришли к выводу, что крупный судак довольно оседлая рыба, которая не совершает, ну, больших миграций. Ты что-то по этому поводу думаешь? Ну, если взять, как бы, Волжский каскад, Волгу саму, там, ту же самую Ахтубу, наверное, да. Наверное, да. А вот если взять Рыбинское водохранилище, то здесь он мигрирует на большие расстояния, и там за сутки может уходить далеко. Просто, ну, как бы, у них разные поведенческие какие-то есть свои принципы. На Волге, да, то есть, если вот есть коряжник там определенный, то он фактически там... Если ты его нашел, нашел там, то, в принципе, приехавши туда, ты его поймаешь. На Рыбинском водохранилище нет. А если, вместо того, что ты нашел корягу с рыбой, там есть судак, вот ты его там поймал, и как-то увидел, что он есть, то он там сбежит оттуда. Или он очень стабильно привязан к каким-то вот таким суперточкам, и если там что-то произошло... Ну, в принципе, привязан, но, на самом деле, мы, наверное, никогда об этом не узнаем. То есть, чтобы узнать, надо стать судаком. Это не просто. Мы можем только предполагать, в принципе. Ну, скорее всего, да. И если одному какому-то судаку было удобно это место, там, одному-двум рыбам, то есть, ну, и свято место, как говорят, пусто не бывает. То есть, его рано или поздно заполнит другая рыба. По поводу соседства судаков разного размера, ты сказал, что там, ну, где есть килограмм, не бывает больших рыб. А как ты думаешь, с какого размера судаки перестают конфликтовать друг с другом на точке? То есть, если ты поймал треху, вот есть шанс поймать из десять? Конечно, есть. Есть? Да. То есть, это уже, ну, как бы, другой уровень? Ну, это уже, да, это уже, как бы, взрослая рыба, которая, ну, скажем, десятка не съест, наверное, трешку. А келушку может совершенно легко и просто съесть. То есть, ведь судак тоже, он же, каннибал, рассматривает ведь любую рыбу с точки зрения, там, гастрономических, ну, пристрастий своих. То есть, едят прекрасно своих младших сородичей. Ты знаешь, вот, маленькая ремарка, мы как раз по этому поводу беседовали вчера с фтеологом и спрашивали, знаешь, когда ловишь, там, ну, небольших судаков, они бывают подраны, да? И, ну, есть там теория, что, дескать, большой судак отгоняет маленьких, там, кусает, он говорит, да никто там никого не отгоняет, просто их едят, да, да, просто их едят и, ну, побежал, да. Так что, конечно, каннибализм это такая актуальная тема. Ну, рыба там вообще распространена точно, у всех, наверное. Хорошо, вернемся к Афтубе, значит, к истории с турниром. Понятно, что, наверное, ключевым является, скорее, не снасть, не техника ловли, а именно поиск мест. Это я правильно понимаю? Ну, поиск мест раз и техника подачи приманки два. Наверное, вот так, ни снасти, там, ни палки, ни лески, там, ни что, именно постановка лодки и подача приманки в конкретное место. А часто ты сталкивался с тем, что место определенно рабочее, там точно есть крупный судак, но просто неправильная ловля на этом месте не приводит вообще никаким результатом? С чем это может быть связано? Если неправильная постановка лодки, ты имеешь в виду? Да, приманка не заходит в корягу или заходит не по тем углом. Какие вот здесь могут быть особенности? Или рыба стоит с одной стороны коряги, допустим, а приманка ходит с другой стороны, либо не доводишь до нее, то есть близко встаешь к коряге, то есть фактически ты до рыбы не доходишь. А она, грубо говоря, под тобой, да? Она под тобой находится, то есть здесь надо пробовать туда-сюда, право-лево, то есть разные постановки относительно там локального места. Но я так понимаю, это даже небольшие подвижки, я вспоминаю турниры, часто человек просто елозит над корягой, там, смещаясь буквально там 2 метра, там, 3 метра, 5 метров. Да, 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 чуть-то переставил его левее, у тебя приманка идет уже... Право-лево, да, и она уже идет в другом коридоре, потому что... И может сработать? При ловле в коряжнике фактически всегда кидаешь вниз по течению, то есть потому что вправо-влево под корягу затягивает обрыв, то есть все четко вниз по течению делается, когда облавливаешь корягу. И, соответственно, вправо, влево, выше, ниже, то есть достаешь, не достаешь, либо там заднюю часть коряги обловить надо, либо переднюю часть, либо справа, ну, то есть как бы постоянно двигаешься, постоянно находится движение. Если ты видишь там рыбу, понимаешь, что там есть судак, сколько ты можешь стоять на точке? На день могу стоять. Пока не поймаешь? Да. Как происходит выход судака? Ну, есть какие-то привязки ко времени или нужно просто дождаться, у него что-то там щелкнуло, и это непрогнозируемо? Нет, выходы есть определенные, то есть с утра и вечера, особенно, ну, если мы про Астраха не разговариваем. Да, и про осень. Там ярко выраженные есть два выхода, дневной, вернее, утренний и вечерний, это вот самые-самые два ярких. Это привязанное к восходу и закату солнца? Входу и закату солнца, да, но есть и дневной выход, то есть, но его вычислять там достаточно трудно, он бывает там с 12 до часу, либо с часу до двух, то есть, ну, гуляет время от времени, это варьируется, но он есть, в принципе, то есть, намного более короткосрочный, чем утренний или вечерний, но он существует. То есть, в условиях турнира, наверное, это самое важное, поскольку иногда утренний выход бывает смазан поздним стартом или тем, что нужно до точки далеко ехать, ты приезжаешь позже, чем надо. Вечерний, ну, не бывает доступен из-за того, что, опять же, финиш. Да, опять же, доехать надо. Ну, фактически, поклевка может случиться в любую секунду, что там, доля секунды, и ты либо пан, либо пропал. То есть, чем дольше приманка будет находиться в воде, тем больше вероятность поклевки дара будет. Ну да, все верно. Теперь, знаешь, давай поговорим про саму снасти, саму технику, потому что она такая весьма своеобразная и отличается от того, что используют 90% обычных спиннингистов. Что нужно для того, чтобы успешно поймать удака и выиграть турнир Зандропрука в плане снастей? Какая должна быть, так сказать, удочка, ну, все составляющие катушки? Водилище тестом, там, до 80, примерно, 90, можно использовать грамм. Ну, там, от 60, от 70, от 80, от 90, там, ну, производители... С чем связан такой огромный тест для многих огромных? Тест, ну, во-первых, это связано с размером приманок и весом, весами джигалова, которые используются. То есть, на Ахтубе мы используем минимальные веса, на моей памяти было 28 грамм, это самый-самый минимум, а максимум 60 грамм только свинца. Плюс вес приманки самой. То есть, и, соответственно, так как мы рассчитываем на трофей, должна быть очень мощная подсечка. То есть, судака просекать тяжело, особенно крупного. Даже при, вот сколько есть физической силы сечешь, бывает, рот открываешь судаку, а приманка вместе с жиголовкой просто проваливается вовнутрь. Потому что, когда он схватил шар, то есть, физически нет возможности просечь крючком нюба. То есть, он просто держит. Просто зажал, 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 и держит. Да, его в подсак достаешь, разжимаешь рот, тяжело разжимается, и приманка просто падает. То есть, удилище должно быть еще жестким. И, насколько я понимаю, вываживание очень динамичное, без всяких там... Ну, динамичное, в тот момент, когда, если ты его искорягиваешь, чтобы он не убежал куда-то, там динамично, да, это все дело происходит, быстро его выкачиваешь. Но, опять же, сейчас на турнирах надо живую рыбу предъявлять. Здесь вот начинает возникать сложность, чтобы он не получил баратравму. То есть, потихоньку, то есть, ты его выдернул, там, буквально метр-полтора, а потом уже начинаешь потихонечку его вытаскивать. Чтобы он успел как-то настроиться? Ну, чтобы, да, то есть, все равно рыбу приходится все равно колоть, чтобы она была жива и хорошо себя чувствовал, чтобы там, в дальнейшем, можно было ее отпустить. Ты знаешь, этиолог нам рассказал, что судак за секунду успевает шесть раз втянуть и выплюнуть кормовой объект, чтобы понять, съедобен он или нет. Ну, у нас не успевает. Не, ну, понятно. Не успевает. Но я просто думаю, что это связано, знаешь, как раз с самой поклевкой. Она качественно другая. То есть, понятно, что если какая-то маленькая приманочка, там, на легком грузе, да, он может, наверное, успеть стоком воды ее, там, как-то попробовать и успеть выплюнуть несколько раз. Здесь же характер поклевки другой. Как чаще всего выглядит поклевка судака вот при такой технике ловли? Ну, поклевка очень мощная, аж прижимом удилища идет. То есть, если, ну, как бы трофейка эта клюет, там, от четверки, а вот в районе, там, пяти-шести, если килограмм, то, в принципе, идет прижим удилища прям вот очень-очень-очень жестко. Особенно, если ты ловишь по локальному месту по коряге, прямо из коряги, то его ни с чем не спутаешь. Ты уже понимаешь, что это все зачет. То есть, никаких там щелчков, подрисаний, там, прикусываний? Нет, нет. Ну, бывает подброс, но очень редко. Вот не удар, а просто, вот, просто леска падает, слабина. Подсечку делаешь, и она же за ухом, то есть, рыбу засекаешь. Ну, это когда он снизу и вверх атакует, но это, я говорю еще раз, очень редко происходит. В основном, мощный удар. То есть, вся эта приманка 6-7 дюймовая вместе с шаром находится во рту. То есть, вот, если посмотреть съемки, ну, вот, с мемориалов там, со всяких, то есть, с зандера, то есть, вся приманка вместе с шаром, все во рту. Все во рту. Изо рта, ну, только один поводок корчит. Но при ловле на классический джек, который использует большинство рыболов, такое происходит нечасто. Там, в основном, крючок находится где-то вот в первой-третьей пасте, где-то, может быть, там, в углу пасти, еще где-то. Крайне редко он проглатывает это все. Ну, это еще связано, наверное, и с осенним, как бы, с осенней активизацией рыбы. То есть, он, ну, более активно питается, скажем так, чем летом. Может быть, с этим еще связано. И размер приманки, и размер рыбы. Ну, атакует наверняка парень. Слушай, ну, есть много мнений, что, дескать, ребята, вы там, ну, просто извращенцы, поскольку даже на небольшие приманки можно поймать трофейную рыбу. Самое главное, чтобы она была в точке лова, и тогда там, на какой-нибудь 10-сантиметровый виброхвостик ее можно поймать тоже. Ну, здесь можно поспорить, как бы, с этим. Если взять статистику поимки, ну, вообще нами, крупных судаков, а мы их поймали, там, ну, с моими друзьями, достаточное количество, то процентов 10 всего лишь рыбы была поймана на небольшие приманки. Все трофеи были пойманы, ну, своя основная масса была поймана на крупный силикон, либо крупные блесны, либо крупные вибы. Судак, это хищник, его можно сравнить, наверное, со львом с каким-нибудь, да? То есть лев, в принципе, зайца съест. Да. Ну, бегать за ним он не будет специально. Лапой прихлопнет, то есть съест. То же самое и здесь, наверное, происходит. Он пойдет ловить, там, антилопу, ну, или, там, зебру какую-нибудь. И, как бы, ну, это вот его и да. То есть ему не надо тратить энергии, ну, при ловле на маленьких, там, рыбок, каких-то 10 штук, лучше одну чихонину съесть, там, хорошего размера, и дальше с ней подкорягает дыхать. Хорошо, есть ли у тебя ощущение, что вот эти все приманки, которые мы используем, крупные виброхвосты и прочие, они имитируют некую кормовую базу судака? Ну, конечно, да. Но ты же понимаешь, что виброхвост в цвете Fire Tiger длиной 20 сантиметров на чихонь не похож? Ну, он не похож, но и похожа его форма. Форма самого виброхвоста и поведение, как его подают, то есть, в принципе, на чихонь похожа. Ну как, ну чихонь не висит в коряге и не вибрирует в хвостовом вот так вот. Ну почему? Ну, она где-то рядом может проплывать, а то ему то есть подалежит. Потому что характер движения белой рыбы, того же синца, например, в чихоне, он другой. А здесь у тебя получается приманка, ну, может быть, сопоставимого размера, очень ярких цветов зачастую, находится внутри коряги, долго висит на одном месте, не смещается, у судака есть время ее онюхать там, да, осмотреть. Ну, мне кажется, здесь у него работает больше инстинкт хищника, то есть иногда очень часто дает результат подброс приманки. То есть когда висит, висит она плавно, да, пауза долгая. Бывает, опустишь руку, дно найдешь, приподнял. И вот если сделать движение вверх резким, так, тык-тык, и на отпускание только пошло, здесь сразу действует поклевка. Ну, то есть как кошка играешь, то есть с кошкой бы все играли. То есть в этот момент, он, ну, все-таки провоцирует рыбу на поклевку. А по поводу цвета, мне кажется, ну, рыба различает цвет, то есть мне так кажется. Безусловно, да. Потому что, ну, некоторые рыболовы говорят, что нет, кто-то говорит, да. Эктеолог говорит, эктеолог, эктеолог говорит, там, до цветовых нюансов различают и щуки, и судаки. Постоянно спорят все, ведь четко и ясно бывает, как бы, в какой момент, что стоишь, словишь на один цвет, не клюет. Ставишь приманку ту же самую, с таким же весом, в этом же месте, другого цвета, сразу идет поклевка. Меняешь, нет поклевок. Ставишь снова ту, на которую была, все клюет. То есть, значит, цвет работает. Это актуально, когда ты нашел корягу с рыбой, ты стоишь на точке, там, елозишь, не клюет, там, чуть-чуть, там, меняешь чего-то. Ну, в этот момент, да, меняешь, меняешь, меняешь постоянно. Если нет поклевок, то есть, постоянно меняешь приманки, цвета, то есть, одну форму, вторую форму, вес, там, все меняешь, пока не дождешься. Ну, подкрой небольшую тайну, свои фавориты при ловле судаков осенью, вот, в тех локациях, где происходит турнир. Ну, самое убойное сочетание. Три приманки, три. Это приманка Lanker City Shaker, 6 дюймов. Каких цветах? Цвета больше интересуются. 174, 06, два цвета. Он какой из себя? Ну, это Lime Chartres, один яркий. То есть, зеленая спина, лимонное брюхо. Второй, значит, 06 цвет, это, ну, мы его так называем между собой, говняный, извиняюсь за выражение. Он коричневый такой, как бы, коричневая спина, и она плавно переходит в белый перламутр. То есть, это вот второй, да? Казахстшайнер называется, по-моему, да? Да, он Казахстшайнер, цвет 06 называется. Вот. Значит, потом приманки Relax, 6 дюймов. Копыта 6 дюймового. В цвете 0,57. Это красная спина, лимонное брюхо. Там 0,56. Зеленая спина, также лимонное брюхо. Фокс, Firetail в цвете FireTiger. И розовый. Розовый тоже? Розовый, розовый. Цвет тоже работает. То есть, ратируя вот эти цвета можно... Есть натуральный, блин, я забыл, как он называется правильно. Скрафт Firetail. Значит, идет коричневая спина, белая брюхо. Вот этого набора достаточно, чтобы ратируя его, понять на точке, есть какая-то активность или нет? В принципе, да, но лучше иметь большую цветовую гамму этих приманок. То есть, потому что, ну, из года в год, в принципе, есть как бы свои вот эти вот фавориты, да? Но иногда бывает, добавлять приходится цвета всякие разные, то есть, вот этих приманок. А вот есть некая мода у спортсменов, которые уступают на коммерческих турнирах, она появилась там пару-тройку лет назад, там, на всякие фиолетовые истории. Насколько они актуальны? Я, если честно, пробовал, то есть, фиолетовые приманки, вот эти вот шестидюймовые, ну, у меня что-то на них не очень получается. Не очень? Не очень, да. Слушай, а вот, раз уж мы говорим про цвета, есть ли какая-то динамика или зависимость, может быть, места, времени года? Летом те же цвета работают или есть особенность в том, что это именно такие поздние-осенние? Нет, фактически, то есть, они и летом работают, да, вот эти цвета, которые я рассказал, и летом, и осенью, и весной. Хорошо, хорошо, спасибо, Дим. Еще момент, часто осенью, из года в год по-разному это происходит, удается найти судака, либо на Ахтубе, либо на Волге, и прямо вот заметно, что на Ахтубе, допустим, он там раз как-то подрассосался, его немного. Ну, активнейший, скажем. Да, да, а на Волге там прям колоссальные стаи, и там все это происходит. Как думаешь, с чем это связано? С миграцией, наверное, какой-нибудь осенней. Хотя, как их теолог, опять же, утверждает, далеко он там, где не уходит? То есть, он далеко не уходит. Да, далеко не уходит. Просто, наверное, с миграцией есть, с леса активности. Там же разные температуры вода в это время, на Волге, на Ахтубе. Какая там обычная вода, конец октября, начало ноября? По-разному бывает. В 2011 году у нас после этапа вообще лет встал. То есть, она была близка к нулю. Шуга, там все дела? Шуга, да, все что угодно. А в этом году была там 8-9 градусов. То есть, по-разному, все зависит просто от погоды. Ну, и в этой температурной вилке судак примерно одинаково реагирует. То есть, из года в год, вот время, когда проводится турнир на Ахтубе, там вилка есть какая-то температурная, там условно от 3-4 градусов до 8-9. И судак более-менее... В 2013 год был, наверное, самый теплый год, там было порядка 15 градусов, в это время вода. Ну, и с судаком было на джип очень тяжело. То есть, где-то после там 14-13 у него как-то, да? Да, да, понижается ближе к десятке и ниже десятки, вот тогда как бы все хорошо начинается. Хорошо. Каким образом происходит поиск судака? Ну, то есть, на что ты обращаешь внимание? Понятно, что мы говорим про современные приборы. Что является важным? Найти точку с хорошей корягой и рельефом? Или найти стаю кормовую рыбы? Или просто увидеть судака? С хорошей корягой и с судаками. То есть, ты еще смотришь рыбу внутри коряг или рельефом? Конечно, коряг же очень много на Нижней Волге, но не на всех они обитаемы. То есть, надо найти именно корягу с рыбой. Пусть это будет не обязательно, как бы, ну, судака фактически в самой коряге очень тяжело увидеть. Хотя бы там вокруг, чтобы жизнь была вокруг этой коряги. И еще лучше, если она будет одна где-нибудь, локальная коряга, а не вот как каскад, скажем, затопленных деревьев вдоль берега, которые идут там по 2-3 километра. Если ты находишь такое место, то, ну, шансы возрастают. То есть, отдельные коряги работают эффективно? Отдельно стоящие коряги, находящиеся на глубине. И наличие рыбы хотя бы рядом с этими корягами, то есть, дает уже, как бы, надежду на то, что там живут трофеи. Дим, но в этом случае нет особенной привязки именно к рельефу как таковому. То есть, каким-то там глиняным буграм, буровкам. То есть, коряги, да, в первую очередь? Нет, в первую очередь. Хотя трейлингисты, заметьте, они же в это время тоже часто бывают на реке, и они ловят хорошего крупного судака, бывают на каких-то глиняных перекатах, там, ну, с большими какими-то. Больше не на перекатах ловят, они вот на длинных тягунах с барханами. На тягунах, да, с барханами. Вот, как раз этот судак, когда с Волги, как бы, опять бытует мнение, то есть, мы не знаем, кто, куда там ведет. То есть, вот он находится там, вылезает туда, на эти барханы, то есть, они там его достаточно успешно ловят. Но для джига там не очень удобно. Не в смысле того, что, как бы, там глубина не позволяет, все, в принципе, позволяет, но нужна стабильность. Он то есть, то его нет, то есть, то его нет. То есть, нам нужна стабильность, нужен домик, где он живет. То есть, вот, для этого ищем коллеги. Поясню немного, на Автубе есть интересные очень домики, да? То есть, коллеги, которые с года в год не меняются, их никуда там не сносят, не замывают. Ну, некоторые, кстати, пропадают. Да, это бывает. Но есть коллеги, там, с многолетней историей, очень популярные среди ловцов, и они обычно там подвергаются жесткому прессингу со стороны приезжих, а также спортсменов перед турниром. Многие люди там тренируются, забирают оттуда специально судака, дабы как бы опустошить ее, да? Но, тем не менее, часто мы видим, что на турнире какой-то очень известный домик, на котором там уже, не знаю, мамай прошел, хопс и неожиданно заработал, подарил трофею. Да, есть такое дело. Есть места, которые приносили очень много трофеев, и они уже молчат на протяжении, там, четырех лет. Ну, а как тогда это стыкуется? Ты же говоришь, что святое место пусто не бывает, это крупная одиночная коряга, куда должны подсасываться рыбой. В половоде, в половоде. То есть, эту корягу половину оторвало и унесло. Ну, а еще половина-то есть? Ну, есть, но, видно, ее недостаточно. Маленький домик не очень подходит. Маленький домик нет, нужны либо апартаменты какие-то, конечно, хорошие. Хорошо. Еще маленький вопрос, который тоже часто задают, связан непосредственно с проводкой приманки. Я понимаю, что это такая тема, она индивидуальная, но именно у вас, у представителей Ярославской школы, она особенная. То есть, там, какие-то очень длинные паузы, подыгровка на паузе. Я дам тебе удочку, покажешь примерно, как выглядит вся эта история. Потому что это, понятно, не два оборота паузы, это какая-то такая более сложная структура. Ну, то есть, что происходит? Можно сказать после заброса. Здесь немножко получается, что с крупными приманками проводка не должна быть, скажем, быстрой какой-то. Не как на маленькие приманки. И нет такого, чтобы раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. То есть, больше горизонтальная составляющая. Вот если посмотреть на мою руку, то есть, вот, в принципе, движение, которое совершаешь при ловле на крупный силикон. В момент отрыва приманки. Да, в момент отрыва. То есть, она отрывается от дна, она не подпрыгивает вверх далеко, она идет, как бы, вдоль дна, потихонечку. Там буквально два-три оборота. Потом уже, когда приманка ближе к лодке, приближаешься, ты ловишь и с домика, и с самого. Там бывает, вот, раз-оборот, и просто-напросто удилищем качаешь. Вот, допустим, раз-тык, нашел дно. Приподнял, пол-оборота сделал. Там приманка переместилась на 20-30 сантиметров. Да, потихоньку, потихоньку, быстроты никакой нет, спешить некуда. То есть, он там, как бы, живет, и знаешь, что он там живет. Опять оборот сделал. И вот бывает момент такой, что вот нашел дно, ткнул, приподнял, качаешь, качаешь. И вот движение, трык, ну, как бы, таким длинным удилищем это не очень удобно делать. Вот именно подброс в приманке. То есть, ну, вот, кистью дрык, на отпускание, опять дно нашел, опять трык, на отпускание в этот момент происходит поклевка. То есть, как с котом, да? Ну, да. И явно в этот момент, он же сидит в этом домике, она тут перед ним как-то прыгает. Надо спровоцировать рыбу, то есть, на убегание. Любой хищник на убегание, он все равно как-то реагирует. Ты можешь там полдня водить рядом с носом, то есть, никакой реакции. А вот что-нибудь там изменишь, подернешь там, как-нибудь подашь ему по-другому, сразу поклевка. Странно, да? Вот рыба имеет возможность разглядеть твою приманку, там, разглядывать его полчаса, час. Этих приманок, на самом деле, бывает оторвано очень много. Они могут вообще изучить даже фирму-производителя, прочитать этой приманки. И, ну, все равно потом реагируют. И вот какой-то микросбой, там, какая-то малость, которую, там, часто и даже, ну, ловить-то сложно, приводит к поклевке. Да, да, совершенно верно. Хорошо. Что-то такое, изюминку какую-то. Ну, это невозможно объяснить словами, то есть, надо... Нет, нет, сам характер понятия. Ну, что, как бы, ну, пробовать, пробовать, пробовать. Дим, опять же, бытует мнение, что, ну, приловлены такие крупные приманки, не хватает же головки, поскольку она находится в носовой части приманки, а сама она, то есть, основное тело, ничем не оснащено, и многие люди, опять же, кто только начинает, они боятся, что откусит приманки хвост, там, они дорогостоящие, да, надо поставить какой-нибудь, там, дополнительный тройничок на поводочке, в хвостовую часть. Есть ли в этом какой-то смысл? Ну, сейчас, 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 мне кажется, нет. Ведь судак, ведь он же не кусает, фактически, приманку, он ее засасывает. То есть, если посмотреть, там, подводные съемки охоты судака, он просто всасывает воду, и приманка залетает ему целиком, как бы, в рот. Соответственно, резкая поклевка, из-за того, что щелчок зубами, то есть, он закрывает, просто этот рот, и все. То есть, он ее не кусает за хвост. Раньше, когда не было крючков, там, размера 6.0, в МС-шниках, мы использовали крючки 4.0, там. Есть ролик, где-то в Ютубе, я там оснащал, колол приманку, 6-дюймовую вставлял двойник туда, в хвост, получалась, как бы, такая вот конструкция. Ну, на мой взгляд, сейчас это не надо делать, то есть, ну, достаточно одного джигового крючка, одно длинного. Ну, вот и все, то есть, ну... Ну, и нет смысла, наверное, его увеличивать, как бы там, массово. Прилог ничего в корягах, то есть, ну, дополнительный крючок, это, ну, смерти подобно, то есть, каждый заброс, это будет... На грани. Будешь оставлять там. Хорошо. Еще один важный момент, это, ну, опять же, если мы говорим о турнире, и о привязке к этому времени года, это освещенность. Дни в это время года бывают разные, бывает, там, много пасмурных дней, там, туман иногда, да, там, полдня стоит, бывают яркие солнечные дни. Есть ли какая-то зависимость клева судака, вот, скажем, вот, этого факта? Ну, на цветовые прям... Ну, вообще, в принципе, и на цветовые, да. Если, ну, обычно дни пасмурные, ну, яркие приманки используются, ну, как обычно... То банальная история. Банальная история абсолютно, она работает и по крупной рыбе, то есть, если, опять же, яркое солнце, вот, я вспомнил, как цвет называется, кулк херинг у Фокс Рейджа. Да, да, да. Вот, берем того же самого кулк херинга, либо там темного релаксика и вперед. А вот эти цветовые вариации, красный, желтый, они когда актуальны? Вот именно на восходах-закатах и пасмурной, если погода. Тоже самый шейкер зеленый, ну, вот, 174-й, который Lime Sharp Trace. Ну, его можно, я так понимаю, вообще не снимать. Его можно вообще не снимать, то есть, куда, то есть, он работает прекрасно. Вот, пасмурный день, утро, вечер. Ну, иногда все равно приходится вот из их трех выбирать кого-то, на кого-то лучше, на кого-то хуже. Спасибо. Тогда давайте, у нас есть, по-моему, еще небольшой, да, подарок. Вспомни самого большого судака, которого ты поймал в этом году на спиннинге. Ну, только не называй мне вес, мы сейчас попросим наших друзей угадать его и тот, кто окажется ближе всего, получит небольшой подарок. Ты только внимательно контролируй, ладно, чтобы нашли первого претендента. Это вот в прошедшем году имеется? Ну, в 17-м, да. В 17-м, да. Хорошо. Начинаем. Давайте угадать. 6-700. Я должен сказать больше-меньше? Нет, ты должен сказать, ну, там, да, близко, далеко, надо же угадать, как-то. 4-700, ну, далеко. 3-200. 7-300. 7-300. Это значительно ближе, чем 4-700. 7-900. 7-300 ближе. 7-500. 7-300 ближе. 6-700. 7-400. 6-400. 6-400. 6-400. 6-400. Ну, это отлично. Вот эти штуки, надеюсь, помогут не только разобраться с ловлей на крупной силиконовой приматке, но сделать это комфортнее. Спасибо. Спасибо вам большое. Друзья, спасибо. Дима еще побудет какое-то время на стенде. Если есть вопросы, можете его помучить. Да? Конечно. Спасибо большое. Желаю победы. Рад был увидеться в очередной раз.